Владимирский хлебокомбинатор расширяет линейку продукции. В неформальной обстановке о перспективах предприятия рассказал управляющий Алексей Лялин. На февраль запланировано открытие цеха по производству замороженного хлеба. Пропускной мощностью примерно 50 тонн в сутки. Технология не новая, но для нашего региона уникальная. Камера шоковой заморозки позволит быстро охладить продукт до минус 36 градусов. В таком состоянии хлеб сможет храниться до 30 суток без потерь в качестве. В нескольких точках региона установят оборудование для разогрева продукта. Так жители даже самых отдаленных деревень смогут бесперебойно покупать свежий хлеб. Поставки планируются в пределах Центрального федерального округа. Следом Владимирский хлебокомбинат запустит еще одну новинку – крафтовый или рустикальный хлеб. Это, конечно, не индустриальное производство, но это полноценное, автоматизированное, ручное производство с различными этапами, которые делает хлеб. Но для нашего рынка Владимирской области уникально. Общая сумма инвестиций за первый квартал 2018 года составит около 320 миллионов рублей. Кроме того, хлебокомбинат планирует начать сотрудничество с пекарнями, предлагая им сырье и технологию готовки хлеба. Связи будут налаживать не только внутри нашего региона, но и в соседних областях. Коснутся перемены и сотрудников предприятия. По словам управляющего, задача на 2018 год довести минимальные зарплаты работников до 23 тысяч рублей. Это позволит удержать ценные кадры и создаст здоровую конкуренцию в коллективе. Отчасти для этой же цели хлебокомбинат ведет систему оценки эффективности труда KPI. Продолжение следует...